Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить о дефолте, то есть опять-таки, как только начинаются какие-то проблемы, как только банки начинаются банкротиться, то есть начинают проводить какие-то параллели, и очень часто приходится слышать, что Россия не выдержит, Россия находится под санкциями, наверное, будет дефолт, а дефолт это страшно, и мне в этом видео хотелось бы разобраться с понятием, что такое дефолт, это первое. Второе, почему людям страшно слышать вообще слово дефолт, то есть, потому что часто приходится слышать, что у людей путаница в голове, дефолт, динаминация, девальвация, все начинается на D, и непонятно, что же это такое, поэтому давайте проговорим про дефолт, как был допущен дефолт в 98 году, какова была логическая последовательность действий, то есть, как, казалось бы, не совсем очевидное событие, связанное с тем, что государство перестало платить по своим обязательствам, привело к тому, что в 98 году всем стало жить плохо. Многие потеряли деньги, многие банки обанкротились. Почему банкротство банков привело к банкротству предприятий и росту уровня безработицы, и какова вероятность того, что в ближайшее время в свете дефолтов на самом деле американских банков, европейских банков по факту, банкротства этих банков, грозит ли Россия в ближайшее время дефолт именно России, государству российскому, по дефолту, по государственным облигациям. Посмотрим это в исторической ретроспективе, как это непосредственно работает, и стоит ли ждать этого в ближайшее время у нас в стране. Итак, поехали. 2008 год, люди, кто в теме, примерно понимают, да, люди, кто никогда не был связан с инвестициями, ну как, ну страшно, страшно, банки, банки, меня это как бы не касается. Это там далеко, это касается банков, но, господи, купят, напечатают деньги. Я помню 2008 год, когда просто понимание и осознание, то есть наше руководство в октябре 2008 года открывался филиал Тройка Диалог в Воронеже, то есть, соответственно, я в том числе открывал, приезжали наши аналитики, приезжало руководство компании Тройка Диалог, мы встречались, соответственно, с состоятельными лицами центрально-черноземного региона, которые отовсюду приехали в Воронеж. Я смотрел на этих людей, бизнесменов, предпринимателей, топ-менеджеров каких-то государственных компаний. Ну, как бы проблема, но да, снизилось, меня это не касается, я там особо акции не покупаю, а у наших всех аналитиков такие были бледные лица, не выспавшиеся, да, потому что они понимали, что происходит. В чем суть проблемы, когда падает банк? Суть проблемы заключается в том, как это было в 98 году. В 98 году, почему мы вот так вот вспоминаем, да, что как бы был дефолт государства, не заплатили по облигациям ДКО, все знают, что очень много банков в этот период обанкротилось. Но почему страшно? То есть, почему в 98 год он ассоциируется со страхом? Многие же люди, то есть, у них просто прямая связь между государство не заплатило по облигациям и меня уволили, деньги в банке сгорели. То есть, вот между этим пониманием, что там внутри происходило, ни у кого нет. То есть, есть просто как бы страшно и что делать в этот период, там, держи наличку, покупай доллар. Если проследить вот эту вот цепочку, которая происходит, да, и это касается не только России, ну, конкретно на России 98 года, пример, государство выпускало облигации, соответственно, доходность по этим облигациям была очень высокая. И инфляция, в принципе, в стране была высокая. Банкам, которые привлекали депозиты физических лиц, которые привлекали депозиты юридических лиц, это называется фондирование, то есть, они привлекали ликвидность, они привлекали деньги на депозиты. И, соответственно, банк, он же ростовщик по факту, да, то есть, он привлек под одну процентную ставку, и ему нужно выдать кредит, То есть, для банка кредит это актив, а депозит это пассив. Для вкладчика депозит это актив, а кредит, если он взял в этом же банке, это пассив. Ну, то есть, с точностью наоборот. То есть, еще раз, для банка актив это выданный кредит, а пассив это то, за что ему нужно заплатить денежные средства. Соответственно, физические лица размещают депозиты в банке, юридические лица размещают депозиты в банке. А банк, что он может сделать? Он может выдать кредит, и он может впрямую выдать кредит предприятию на инвестиционную программу, может выдать кредит физическим лицам, может выдать кредит государству. А у государства очень большие проблемы с финансами. Цены на нефть снизились, нефтегазовые доходы не поступают, и у государства недостаточно денег, чтобы обслуживать кредит. А государство этот кредит может дать или банк, или МВФ, Международный валютный фонд. Международный валютный фонд дает кредит, но, блин, охренеть, какие дорогие, и постоянно какие-то условия выдвигает. И поэтому, соответственно, правительство решало для себя, что ему в МВФ занимать и выполнять требования МВФ, или выпускать ГКО ФЗ, которые могут, в принципе, все купить. Тот же самый МВФ может купить, страховые компании купить, банки купить. Из-за того, что пятки горят, из-за того, что доходы, во-первых, снизились, во-вторых, налоговая система, собираемость, сама по себе собираемость налогов была на очень низком уровне. То есть доходной статьи бюджета государственного было недостаточно для того, чтобы обслуживать кредит. И эти риски все видели. И чтобы эти риски не минимизировать, государство выпускало ГКО под очень высокий процент, который был привлекателен. И тут мы снова возвращаемся к банкам. Банки привлекли деньги на депозиты, и у них возникает вопрос. Выдать кредит физическому лицу, выдать кредит юридическому лицу или выдать кредит государству? Причем гораздо дороже. Потому что под такой процент, под который занимает государство, ни корпорации не готовы брать кредиты, ни физические лица не готовы брать кредиты. Я помню эту историю до 90-х годов. Во-первых, кредит физическому лицу практически нереально было получить. А если даже его выдавали, там были просто дикие проценты. Но при этом деньги все равно в банк несли, вкладчики. И банк сталкивается с ситуацией. Ему деньги несут, он как бы привлекает, инфляция есть, и он должен достаточно высокий процент по депозиту платить. Физики кредиты не берут, юрики кредиты не берут, берет только государство. Ну, очень щедро и под высокий процент. Они скупают ГКО ОФЗ, несут эти ГКО ОФЗ в Центробанк под залог этих ГКО ОФЗ в Центробанке, получают еще деньги и снова покупают ГКО ОФЗ. Пирамидятся. И все у них в шоколаде. Им не нужно иметь кредитное подразделение, им не нужно никакие комплайнсы особо иметь. Да, они привлекли деньги на депозиты, выдали государству. Выдали государству за пирамиди, сделали себе эффективную доходность, маржинальный доход. Все, шикарный бизнес. И все по такому принципу работают. Тут государство говорит, всем, кому я должен, я прощаю. Эти облигации теряют в цене 90%, и по ним вообще выплаты полностью останавливаются. Вкладчики, естественно, начинают в этот период бежать. Цена на доллар взлетает в 4 раза. Все импортные товары взлетают в цене в 4 раза. Физические лица, юридические лица говорят банкам, банки, верните мне деньги обратно. А банки говорят, а нету, потому что я ваши депозиты, ребята, разместил в ГКО, а по ГКО я не получаю ни купонов, никаких выплат. Я вам выплатить не могу. Я банкрот, извините. Банк банкротится, и тут возникает предприятие, хорошее, сильное предприятие. На внутреннее потребление, на внутренний рынок рассчитано. И предприятие, вчера у него еще по балансу отражалось, что у него на банковском счете там есть несколько миллиардов, ну, или сотен миллионов рублей. Банк этот банкротится, этих сотен миллионов рублей нет. Закупить ничего не можешь, купить ничего не можешь. В какой банк перенаправить денежные потоки, ты не знаешь, потому что ты не знаешь, а вообще, хорошо, этот банк обанкротился, а другой-то вообще он живой, или его завтра тоже та же участь ждет. Зарплату платить надо, сырье закупать надо, коммуналку платить надо, газ платить надо. И, соответственно, получается каскад такой, падение, да, то есть начало это касается финансовой системы, и потом по каскаду это спускается вниз. Банк банкротится, соответственно, люди, предприятия, которые держали деньги в банке, эти деньги банки не получают, теряют деньги, хотят удержаться на работе, удержаться на работе не могут, потому что предприятие тоже банкротится. Предприятие обанкротится, все, большой уровень безработицы, компании обанкротились, что делать, непонятно. Примерно такая же история, да, сейчас может очень, очень близко может повториться в Европе. Опять же, есть гипотеза, что это может, эти конвульсии могут продлиться еще 3-4 года, могут пока что, опять же, последний залив ликвидности может произойти, но потом будут очень серьезные большие проблемы, истинной целью которых является обесценивание глобального долга, который есть. Это отдельно большая история, которая там, много о которой мы говорим нашим закрытым клубе инвесторов, проводим в апреле месяце конференцию «Назад в будущее», да, то есть на этих примерах просто хочется показать, да, как вот эти вот домино, да, то есть что является спусковым механизмом, чтобы вот это вот просто начало как бы наворачиваться и идти непосредственно вниз. Страшно, на самом деле очень страшно, здесь не так много инструментов для того, каким образом можно спастись, нужно просто понимать одну простую вещь, здесь я призываю очень многих людей, да, которые смотрят на всю эту историю и говорят, а давайте заработаем на этом. Говорят, ребята, нужно переключить фокус своего внимания, здесь сейчас не заработать, здесь сохранить, да, то есть как минимум сохранить от инфляции денежные средства, и второе, захоронить, защитить от инфраструктурных рисков, инфраструктурных рисков, связанных с тем, что банк обанкротится, брокер обанкротится, да, то есть вот от этого нужно защищаться сейчас. И здесь, конечно же, самая простая рекомендация может являться в том, что нужно увеличивать объем кэша, который у вас хранится, валютного кэша, рублевого кэша, если это драгоценные металлы, то физическая форма драгоценных металлов. Это действительно история, которую нужно рассматривать и на самом деле более спокойно относиться к стоимости хранения, да, потому что наличная валюта, наличные драгоценные металлы, они связаны с тем, что это надо где-то хранить, хранить надежно, стоит дорого, да, физическая покупка металлов связана еще с высокими спредами, где эти металлы непосредственно хранятся. То есть понятно, что здесь теряешь, но потери там в 5-10% в год за просто за обеспечение безопасности хранения, это нормальная цена за то, чтобы спать спокойно. Что такое дефолт? Дефолт, когда текущих средств недостаточно для того, чтобы обслуживать долг, раз, два, погасить долг. И как каждый раз, когда начинаются разговоры о том, что России грозит дефолт, мы сейчас все умруем, клиенты уезжают, гипс снимают, да, то есть любые панические настроения, я говорю, ребят, вы прежде чем куда-нибудь бихте, вы посмотрите на баланс, то есть посмотрите, сколько у нас общий долг государства, сколько нам стоит обслуживать этот долг. То, что мы сейчас перевели, по большому счету, обслуживание любого внешнего долга, номинированного в валюте, мы его перевели в обслуживание в рублях, там, замещая свои еврооблигации. Посмотрите, сколько, в принципе, государства должно, раз, общий размер долга. Второе, посмотрите, стоимость обслуживания долга, то есть сколько нужно денег в год для того, чтобы выплатить текущие купоны. И посмотрите доходную часть бюджета, да, то есть из чего она формируется, сколько она составляет. Возьмем сюда незаблокированные резервы, которые имеются. Посмотрите, сколько есть средств. Я не хочу сейчас, на самом деле, из-за того, что все-таки канал посвящен развитию мышления, я просто сказал, посмотрите вот в этом направлении, чтобы не было готовым решением. Здорово будет, если там ребята напишут комментарий, да, вот кто-то реально возьмет, и чтобы погасить вот эти вот панические свои собственные настроения, забьет нам в Яндексе, да, общий размер государственного долга России, доходная часть бюджета, размер золотовалютных резервов России, и сколько составляют, сколько заблокированных, и сколько незаблокированных. И сведите две цифры, сколько должны, да, и сколько есть в резервах. И достаточно ли это для того, чтобы обслуживать долг? Обслуживать долг. Потому что долг имеет, ну, временной характер, да, то есть какие-то облигации в этом году погашаются, какой-то часть долга в следующем году погашается, какая-то через 10 лет погашается. Просто для понимания, в Соединенных Штатах Америки при размере ВВП в 2022 году 20 триллионов долларов плюс, сейчас, в настоящий момент, просто стоимость обслуживания долга составляет 800 миллиардов долларов. И если процентные ставки будут и дальше, как бы, оставаться на высоких уровнях, на высоких значениях, и еще повысят, то есть уже в следующие 2-3 месяца стоимость обслуживания долга Соединенными Штатами Америки может превысить 1 триллион долларов. 1 триллион долларов, ребят, еще раз, это стоимость обслуживания долга. Это только размер процентов, которые платятся для того, чтобы обслужить 30 триллионов долга правительства США. При всем ВВП 20 триллионов, это получается порядка 5% ВВП идет, чтобы обслужить долг. Заплатить проценты по долгу. И сопоставьте с данными в России. Поэтому я не думаю, что в России нам грозит дефолт в ближайшее время, потому что у нас резервов и доходной части бюджета более чем достаточно для того, чтобы обслуживать текущие долги, тем более они по большей части переведены в рублевую зону. И в самом крайнем случае, да, здесь у нас Центробанк не ограничен в объеме эмиссии. То есть нам тоже, в принципе, при прочих равных условиях ничто не мешает, в принципе, включить печатный станок. И уже как бы начинают постепенно включать. Вот в этом видео мы как раз об этом говорили. Друзья, я постарался в данном видео рассказать, что же такое дефолт, каким образом он происходит, почему вызывает у нас столь много страхов в нашем поведении. На самом деле разговоры об этом приводят к иррациональному поведению. То есть люди начинают принимать какие-то иррациональные действия. Поэтому я призываю все-таки больше смотреть в суть, больше изучать первоисточников, показателей финансовых. И смотреть трезво на то, что непосредственно происходит. Кто-то меня назовет чрезмерным оптимистом, кто-то там называет пятой колонной. Вы можете меня называть как угодно. Вопрос в том, что деньги делаются в спокойном режиме с осознанием того, что ты делаешь и как делаешь. Взвешенный, диверсифицированный инвестиционный портфель, он действительно позволяет спать спокойно. Выработанная стратегия позволяет держаться на намеченного курса. Потому что это факт. Каждые 7-10 лет происходит какая-то турбулентность. Происходят какие-то эпические вещи. То есть банкротятся крупные банки, уходят крупные корпорации, раскрывается недобросовестная отчетность. И вопрос в том, что когда у вас нет стратегии, то у вас начинает колбасить. А колбасить на рынке это очень опасно, потому что это неизбежно связано с потерей капитала. Мы, в свою очередь, хотим обезопасить от этого, поэтому проводим отдельную конференцию «Назад в будущее». Ссылка о том, что за конференция, когда будет и про что мы будем рассказывать под данным видео, проходите. Встретимся на вебинаре, я постараюсь вам рассказать. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.